добрый день благодарю всех присутствующих что пришли здесь моя лекция вам понравится она называется язык запах как общаются наши гены чтобы немного расшифровать это название ну и рассказать о том как вообще родилась идея об этой лекции я немного расскажу о том как чем занимаемся чем я занимаюсь профессионально я работаю в угорском не клеточных технологий это учреждение выполняет трансплантации стволовых клеток гемопоэтических пациентам с онкологическими заболеваниями для того чтобы восстановить кроветворение после высокодозной химиотерапии которая угнетает не клетки но и кроветворные клетки костного мозга его для того чтобы определить подходят ли донорские клетки конкретному пациенту необходимо расшифровать определенные гены эти гены называются ашелиогены и они у нас в той или иной степени у всех отличается то есть если взять такой город как хантамансиск где 100 тысяч населения вот каждому из вас можно найти человека который по этим генам будет совпадать ну их там два три четыре пять человек в зависимости от вашего генотипа может подобрать такого двойника он не будет вам являться не родственником он не будет похож на ваш на вас но эти гены будут совпадать слайд и вот я уже сказать рассказал вот в лаборатории у нас как раз я где работаю заведую лаборатории которые шифровывают эти гены и вот это одна из их на из функций этих генов они определяют совместимость донорских органов тканей клеток при трансплантации но в природе естественно никаких трансплантации нет поэтому естественная так сказать природная функция генов ашеля это способность иммунитета протестовать противостоять инфекции и третья функция это определяют они индивидуальный запах человека хотя казалось бы вот какая связь это запах человека и иммунными функциями этих генов и вот если так вот представить то где-то по городу ходит человек двойник ваш по этим генам соответственно он может стать там донором или вы можете стать донором для него ну надеюсь все будут здоровы и это не потребуется вот во вторых он будет совпадать по способностью связывать те или иные инфекции и его иммунная система способна распознавать эти инфекции и уничтожать с той же эффективностью как это делает ваш иммунитет и самое интересное что у него будет запах похожий на ваш запах я говорю об индивидуальном запахе вот по которому который у нас всех в той или иной степени разный той же степени как эти гены следующий слайд ну вот окей зачем иммунитету влиять на запах такой вопрос возникает как это же все таки это связано еще раз слайд и вот оказывается что через запахи иммунитет определяет выбор полового партнера и иммунитет будущего потомства следующий слайд вот хотел бы чтобы вы задались вопросом в какой последовательности органы чувств участвует в выборе полового партнера ну наверное самым первым органом чувств который определяет оценивает потенциального полового партнера когда мы видим издалека уже человека это вот зрение особенно это наверно может быть касается там мужчины которые любят глазами как принято говорить вот по по мере сокращения дистанции с объектом так сказать задействуется следующий орган чувств менее дистантно это слух то есть по тому по темпу голоса потому что рассказывает вам человек вы слышите и тоже можете оценивать этого потенциального полового партнера ну и тут наверно можно сказать что это скорее касается женщин ведь как принято про них говорить женщины любят ушами вот ну и по мере сближения сокращения дистанции между потенциальными половыми партнерами свою роль начинает выполнять обоняние и запаха тоже считается что наверное каждый из вас это подтвердит что запах имеет достаточно серьезную дает серьезную оценку нашему потенциальному партнеру там может не нравится запах может быть запах пота или запах табака человека или машинного масла и он может отталкивать а может наоборот даже притягивать и далее наверное это будет осязание то есть например женщине может понравиться как насколько у мужчины крепкие руки мужчине в свою очередь может нравится то какая какое тело у женщины на ощупь вот и следующим органом чувства которые уже наверное во время какой-то интимной близости определенные во время поцелуев вкусовые рецепторы тоже вступают в это взаимодействие и вот на каждом вот этом уровне происходит своеобразный отбор половых партнеров которые потенциально могут становиться в дальнейшем близкими людьми но есть еще один уровень взаимодействия между нами между половыми партнерами это генетический уровень то есть когда уже происходит оплодотворение наши гены в той или иной степени способны сближаться в зависимости от своего генетического кода есть такие гены до которые определяют успешность вообще зачатие успешность имплантации в матку бриона и в том числе в дальнейшем могут определять здоровье будущего ребенка и вот это происходит уже на уровне генов и можно задаться вопросом а как же так мы уже вроде бы познакомились там все уже вступили в брак решили завести детей и тут вдруг какие-то гены начинают решать что вообще-то он нам как бы не нравится этот генотип там взаимно там не нравится генотипом мужчине и женщине и но на самом деле есть вот такой вот уровень через который гены нам способны подсказать что подходит ли нам этот половой партнер подходит ли нам я говорю от имени генов подходит ли генетически этот половой партнер или нет и вот об этом я дальше подробно расскажу как это реализуется следующий слайд вот для начала я для премьера расскажу один из случаев нам обращались мы не выполняем как бы конкретно вот этот анализ вот с этой целью конкретно анализ генотипа для определения совместимости половых партнеров но так сложилось к нам обратилась одна супружеская пара которая по бездетно уже много лет и попытки с помощью эко забеременеть и родить ребенка у них не получалось все заканчивалось спонтанно прерыванием беременности выкидывшим замерзшими беременностями то есть уже несколько раз вот и проводится такой генетический анализ в чем суть вообще этой проблемы когда эмбрион происходит оплодотворение образуется эмбрион не только его геном содержит гены отца но и плодное яйцо все его каждая его клетка на своей поверхности у него образуются появляются белки специфические белки свойственные именно отцу это вот как раз эти ошеля белки которые синтезируются с ошеля генов вот здесь показаны также материнские ошеля молекулы и вот для материнского организма свои то естественно белки знакомы а вот отцовские они чужие иммунная система матери может начать атаковать вот лимфоцит показан он может связать вот эти вот чужие белки отца выделить определенные вещества которые начнут разрушать клетку и эмбрион погибнет вот чтобы это не происходило в матке у женщины вырабатываются такие блокирующие антитела лимфоциты матки чувствуют что появились вот такие вот белки отцовские и вырабатывают блокирующие тела которые садятся на этот белок антиген отца и лимфоцит он не видит белок антигена если же антигены отца похожи на антигены матери вот они тут по разному точно так же показаны кубик и треугольник но на самом деле в какой-то степени они могут оказаться похожими если генотипы ошеля совпадают у женщины и мужчины и вот в таком случае количество блокирующих антител очень маленькая синтезируется и лимфоциты киллеры их прямо так и называют они связывают эти антигены отца считая что это может быть зараженной вирусом клетки или что это растет какая-то окухоль и лимфоциты киллеры они выделяют такие вещества которые уничтожают клетки эмбрион сначала отстает в развитии потом уже погибает вот но для этого вот для решения вот этой всей проблемы есть такой метод интересный придуман иммунологами выделяют лимфоциты у мужчины вводят их подкожно женщине это вроде такой прививки делается иммунная система женщины начинает реагировать даже при незначительных различиях в этих ошеля молекулах на присутствие чужих клеток в организме и начинает вырабатываться вот эти блокирующие антитела заранее еще до беременности до попытки зачатия и вот врач реподруктолог смотрит концентрацию этих блокирующих антител в крови и когда их достаточный уровень накапливается дает отмашку и супруги приступают к попытке зачать ребенка и вот если эта концентрация поддерживается в течение беременности тоже можно подкалывать эти лимфоциты женщине отцовские лимфоциты супруга и вот как у той пары в принципе сложилось все благополучно родился здоровый ребенок в итоге вот после применения этой методики следующий слайд вот может возникнуть такой вопрос зачем почему такая несправедливость вроде бы люди встретились решили создать семью завести детей но вот генам не понравилось дело в том что как я уже сказал эти гены определяют эффективность работы иммунной системы то есть от того как скомбинированы вот эти молекулы у каждого из нас в организме зависит разнообразие инфекций которые может связать наши иммунные системы распознать, связать и уничтожить и вот если в брак вступают и в половую связь вступают с целью зачать ребенка мужчины и женщины у которых вот эти гены разные то получается что у ребенка будет более удачно разнообразно скомбинирован генотип вот этих ашелягенов и с них будет синтезироваться белки которые будут способны лучше противостоять инфекциям потому что ну как более широкое разнообразие инфекций иммунная система будет такого ребенка связывать если она будет хуже скомбинирована соответственно некоторые инфекции будет эффективно бороться с другими инфекциями хуже вот это такой получается отбор вот на таком на генетическом уровне этапе и возникает следующий тогда вопрос почему же вот настолько поздно это происходит почему только уже в момент попыток зачатия или может быть уже ребенок родился но со слабой иммунной системой на самом деле вот эти ашеля молекулы так эволюционно сложилось придумали такой способ в кавычках конечно придумали заранее предупреждать нас о том насколько она подходит наш потенциальный половой партнер и вот эти ашеля молекулы вот на этой схеме вот они показаны они по крови циркулируют здесь и и смогут связывать вот такие органические кислоты вот эти вот синие точки органические кислоты они у нас образуются в организме в большом разнообразии это такой целый класс химических соединений и проникает в кровь и постепенно катаболизируется в легких в основном в виде воды ну продукты их распада воды и углекислого газа которые уже запахами никакими не обладают а сами органические кислоты это пахучие достаточно вещества и каждая конкретная органическая кислота имеет конкретный запах но у нас у всех образуется примерно одинаковый состав этих органических кислот при этом и вот часть из них распадается а часть из них связывается с молекулой ашеля вот этой и так как у нас у всех молекула ашеля уникальна в той или иной степени то набор вот этих органических кислот разных по своей структуре и по запахам он разный связывается с этой молекулой остальные как я уже сказал они катабелизируются до непахучих веществ. И вот потом эта ашеля-молекула может так случиться. Это вот срез кожи показан в данном случае. Это может быть и поверхность слизистой нашей, неважно. Вот эта ашеля-молекула в комплексе, связав органический кислот и определенный состав, может попасть в сальную железу. И так как PH здесь будет на поверхности кожи ниже, чем PH крови, происходит диссессация. То есть связь между ашеля-молекулой и органическими кислотами ослабевает. И вот этот комплекс, вот этот букет, уже, я так скажу, органический кислот высвобождается. И они очень летучие. И образуется вот такая смесь адорантов, как говорят ученые. Вот эта смесь, ее специфическая смесь у каждого человека называется адоротип. То есть все мы отличаемся по составу этих органических кислот, которые выходят из нашего тела. Здесь я хочу сказать, что это не запах пота. Вот запах пота – это достаточно типичный запах. Мы в той или иной степени, плавозрелые, по крайней мере, люди, у нас запах пота на самом деле совпадает. Просто там концентрация может немного колебается, и из-за этого разница может быть чувствуется. Ну, интенсивность выработки пота может меняться. А вот об это – это другое. Это другие вещества. Эти вещества мы выделяем даже вот только что вымывшись там совершенно начисто, никакого запаха пота нет, а вот эти вещества уже от нашей кожи идут. То есть создают вот этот уникальный адоротип. То есть таким образом иммунная система заранее вот через такой вот механизм предупреждает нас, друг друга, о том, что вот тот-то человек обладает таким-то генотипом. Ну, неосознанно, конечно же, это все происходит. Следующий слайд. И вот, чтобы было понятно, как мы воспринимаем похожий и непохожий на свой запах. То есть как мы на самом деле это происходит с считыванием этих сигналов нами. Вот если запах человека оказывается схожим с нашим, то такой человек не воспринимается как половой партнер. То есть мы более-менее как-то индифференты к этому относимся. Не то, чтобы нам не нравится этот запах, но он как бы не привлекает, можно так сказать. А второй вариант, если запах человека похож, не похож на нас, а вот именно противоположный, так скажем, по составу вот этот адоротип, оказывается, тогда он может восприниматься как половой партнер. И этот запах притягивает наоборот. Следующий слайд. Вот и таким образом наши гены заранее говорят нам о совместимости с потенциальным половым партнером или супругом. Следующий. И вот на волне вот этих исследований, это все достаточно хорошо исследовано, смоделировано, как в лабораториях, так и на людях, появилось такое движение, так скажем, феромонные пати. Давайте, сразу тут нужно оговориться про феромоны. Все мы, наверное, слышали про духи с феромонами, вот еще и феромонные вечеринки в Европе, там, в западных странах распространены такие. Дело в том, что для человека наличие вообще феромонов не доказано. То есть, то, что я говорю, это другие, на самом деле, механизмы взаимодействия. Что такое феромоны? Феромоны – это вещества, которые в пределах одного вида, например, в пределах вида каких-то конкретных муравьев или пчел, у которых они доказаны, наличие, например, феромонов, они однотипны все. То есть, это одни и те же молекулы, и они не обладают запаха. То есть, если у животного, ну, про насекомых сложно говорить, что они чувствуют запахи, если вот для животных, у которых тоже есть феромоны, то они не чувствуют, это не запах. То есть, когда воспринимается животным феромон, он его не чувствует как запах. Это воспринимается немного другим органом, хотя он обычно рядом с обонятельным органом находится. Это вермоназальный орган, с которым просто, с рецепторами которого связываются эти вещества, и они влияют на поведение животного, на половое поведение, пищевое и так далее. То есть, это, вот то, о чем я говорю, это другое. И так сложилось, что маркетологи, вот такие маркетологи, придумали вот, чтобы вот феромоны, феромон на вечеринке, хотя речь идет о, на этих вечеринках механизм используется, тот, о котором я говорю, а не о феромонах. Вот, и еще раз подчеркну, что для человека, по крайней мере, пока не доказано, что вообще существуют феромоны. Вот, следующий слайд. Вот, что происходит на этих вечеринках. Значит, нужно подготовиться заранее к этой вечеринке. Три ночи нужно спать в одной и той же футболке, при этом не пользоваться парфюмом все это время. Потом эта футболка приносится на эту вечеринку, там и укладываются вот такие пакеты. В пакеты также вкладываются номерки. И вот молодые люди складывают футболки на один большой стол, девушки складывают на другой большой стол. Потом они, соответственно, меняются столами. То есть, молодые люди подходят и выбирают по запаху футболки женщин. При этом они визуально не знают, естественно, чья это футболка. И дальше понравившуюся футболку они берут. Следующий слайд. И подходят к видеокамере, которая там стоит, и большой экран такой. Показывают футболку, которая им понравилась, там номерок вложен. И, соответственно, указывают свой номерок, который у них был. Если в толпе, вот молодой человек там на экране присутствует, на вечеринке присутствует девушка, чей он номерок показал, и с другой стороны она выбрала ему на его футболку тоже. Вот такое происходит, когда образуется пара, и они дальше уже знакомятся, там, может быть, развивается отношение. Вот, но может показаться, что это какой-то маркобесие или еще что-то, но на самом деле это все научно достаточно, вот примерно таким же образом проверено. То есть проводились исследования, и когда образуется вот по этому принципу пара, их генотипировали, расшифровывали ошеля гена этих, этой пары, и оказывалось, что у них отличаются, принципиально отличаются эти ошеля генотипы. Соответственно, на их организмы выделяют такой адеротип, который по составу различен. То есть и оказывается, что вот нам нравится больше тот запах, вот именно вот если говорить об этих адеротипах, который противоположен нашему. На самом деле в психологии я так сильно, может быть, не знаю таких конкретных примеров, но тоже есть такая закономерность, что что-то мы когда видим в другом человеке, что есть в нас какие-то черты, нам тоже бывает не нравится. Может быть, это что-то вот вроде этого. Ну вот природа придумала, использовала этот механизм для того, чтобы предупреждать нас о том, насколько подходит нам генетический половой партнер. Вот следующий слайд. Здесь нужно сказать еще про оральные контрацептивы. Это гормональные вещества, которые, по сути, в какой-то степени моделируют беременность у женщины. То есть, когда она их принимает, гормональный фон изменяется частично по типу того, как это происходит во время беременности. То есть, начинается как будто организм чувствует, как будто началась беременность. И каждый месяц это повторяется. Дело в том, что у беременной и у кормящей, кстати, тоже женщины изменяется восприятие запахов. Это тоже в исследованиях подтверждено, что во время беременности женщина больше начинает предпочитать запахи, похожие на ее собственные. Ну, исследователями объяснено это таким образом, что когда женщина начинает, становится беременной, у нее немного угасает половое поведение, так скажем. Она больше должна тянуться к родне, к семье, к своим мамам, папам и так далее. А во время кормления ребенок тоже, после того, как она родила, вернее, ребенок тоже может давать вот эти запахи, схожие с ее. И это увеличивает такое изменение восприятия запахов, якобы увеличивает симпатии, ну, как сказать, связь с ребенком, в общем, поддерживает лучше. Вот, и с другой стороны, немного начинает охладевание происходит в этот период к половой жизни, снижается половая активность. Вот, и вот это все, наверное, нужно как бы тоже учитывать, что если девушка познакомилась с молодым человеком не на фоне приема гормонального контрацептива, а потом начала их принимать, то нужно понимать, что может измениться восприятие запахов, может произойти вот это похолодание в отношениях даже на фоне приема контрацептивов. Следующий слайд. Вот, и тут, наверное, тоже необходимо сказать про парфюмерию, которая тоже очень сильно вообще влияет, может перебивать наши индивидуальные запахи, либо наоборот усиливать. Тут кадр из фильма «Парфюмер», может быть, многие видели, а кто-то читал. Идея, так сказать, этого главного героя. Он убил там, по-моему, 12 девушек, чтобы собрать экстракты из их волос, из их кожи. Потом он их смешал, чтобы получить такие вот духи, которые бы сводили с ума всех вокруг людей. Но, как показали исследования, сделать такой аромат на самом деле невозможно. Следующий слайд. Вот проводились такие исследования, когда две группы, соответственно, в одной девушке, в другой молодые люди, им давали возможность выбрать достаточно большой, из большого разнообразия ароматов. Для себя, во-первых, была первая задача, они должны выбрать. А вторая задача была выбрать для предполагаемого или имеющегося у них там полового партнера. То есть, первая задача девушка или молодой человек держали себя в голове, что вот нужно выбрать для себя, а вторая задача нужно выбрать для потенциального полового партнера. И затем, если получалось так, что девушка выбрала, например, для себя аромат А, а для молодого человека аромат Б, и оказывалась в группе молодых людей, молодой человек, который для своей потенциальной какой-то девушки выбрал как раз тоже аромат А, а для себя выбрал аромат Б, соответственно, образуется вот такая же пара, как в том случае с феромонными вечеринками. Эту пару генотипировали, и выяснялось, что точно так же они отличаются по генотипу. То есть, это коррекционные исследования такие, статистические потом обработки. И выясняется, что в итоге девушки и молодые люди для себя выбирают ароматы, которые усиливают свой собственный запах, который формируется у них, так сказать, природой, вот этими аж или молекулами. А для своих молодых партнеров они выбирают ароматы, которые противоположные по составу. Даже если вот оценивалась каждая композиция, ну, духи или туалетная вода, это же не одно какое-то вещество, это всегда композиция. Если анализировать вот то, что они выбирали, то выяснялось, что по композиции ароматы тоже отличаются, так же, как генотипы образованных пар. Вот следующий слайд. Ну и, учитывая вот это, значит, еще об одном исследовании хотел сказать, что в нем выяснилось, что нас не столько притягивает противоположный аромат, сколько отталкивает свой собственный. То есть, принцип действия вот такой. И если представить, что вот Гриной, герой романа Азюскинга, создал такую смесь из всех, создал композицию из всех приятных для любого человека запахов, то скорее такая смесь будет отпугивать людей всех, потому что там будет присутствовать как бы компонент, который будет совпадать с любым человеком, с запахом любого человека. Вот. Ну и следующий слайд. В конце, как вот у нас принято у исследователей, практически рекомендации вот такие. То есть, при знакомстве, вот первое, при знакомстве с потенциальным половым партнером или супругом необходимо обратить внимание на его запах. То есть, не пренебрегать этим. Если нас отталкивает запах полового партнера, то нужно иметь в виду, что это может быть свидетельствовать о том, что наши генотипы, ашеля генотипы совпадают, а это не очень хорошо для дальнейшего зачатия и рождения ребенка. Второе. Принимая оральные котроцептивы, нужно учитывать, что предпочтения у девушки могут измениться, предпочтения запахов, и может повлиять это на отношения. Вот имеющиеся отношения. И третье. Парфюм лучше покупать для себя вообще, во-первых. Если же парфюм покупается для какого-то другого человека, то лучше, чтобы вы его очень хорошо знали, что это либо ваш там друг, половой партнер, супруг, ну, может быть, ребенок, запах которого вы тоже хорошо знаете, тогда есть шансы, что вы попадете, то есть угадаете с подходящим ароматом, который будет ему нравиться. Ну и все, следующий слайд. Благодарю за внимание. Читайте мой блог «Медицина без правил». Там очень разные темы. Может быть, какую-то из них я на следующей лекции озвучу. Если есть какие-то вопросы, готов хоть и ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ